Сегодня в Европе происходит настоящее политическое землетрясение. Так, на выборах в Ирландии, вдохновленные Брекситом, наследники Святого Патрика отдали беспрецедентные 22% голосов партии Шинфейн, в переводе «мы сами», левой националистической силе, многие годы выступавшей в качестве политического крыла террористической ирландской республиканской армии, которая вела вооруженную борьбу за воссоединение Ирландии и Северной Ирландии или Ольстера в едином государстве. Нынешний вариант Брексита, не определивший до конца статус ирландско-североирландской границы, вновь вдохновляет иридентистов по обе ее стороны, опирающихся на идентичность, задаваемую католической церковью и культом Святого Патрика. Также по 22% с разницей в 1,2 набрали ранее правящая партия Финнегелл, в переводе «объединенная Ирландия» и оппозиционная Фианофойл, в переводе «солдаты удачи». Кстати, партия с таким названием вполне может быть оппозиционной и к слуге народа. Или я зря это сказал бесплатно. Ладно, проехали. Короче, до голосования обе респектабельные партии клялись, что в коалицию с экстремистами не пойдут. Но хочу спросить я у целевой аудитории, а именно посетителей ирландских пабов в Киеве. Разве могут в Европе экстремисты набрать 22% голосов? И в ответ на паузу я готов уточнить – пиво за мой счет. Согласитесь, что в рамках такого подхода перспективы коалиции выглядят уже не так пугающе. Вот и в Германии, а именно в восточно-германской Тюрингии, 7 февраля «Воздух свободы» привычно сыграл злую шутку с местными профессорами Плейшнерами, объединенными в Христианско-демократический союз. Они в местном лантаге поддержали на должность премьер-министра федеральной земли кандидатуру представителя свободной демократической партии Томаса Кеммериха. Благодаря чему тот на один голос обошел представителя крайне левой партии Линке Бода Ромелова, за которого отдали свои голоса социал-демократы и «Зеленые». Что тут началось? Конечно же, я немного слукавил, забыв упомянуть, что за Томаса Кеммериха проголосовали также представители крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Но разве могут быть экстремистами политики, за которых отдали голоса 24% жителей Тюрингии? Что немного меньше, чем за партию Линке, но намного больше, чем за христианских демократов. Совместное голосование христианских демократов и «Альтернативы для Германии» в Тюрингии вызвало воистину гнев валькирий. Главная валькирия, по иронии судьбы, носящая ангельское имя, заявила прямо из ЮАР, где она, очевидно, вдохновлялась демократическими ценностями. «Это произошло вразрез с ценностями и убеждениями ХДС и стало плохим днем для демократии». Конец цитаты. Кроме того, канцлерин с чисто фюрерской непосредственностью призвала к отмене непростительного результата на выборах в Тюрингии. Кстати, могу напомнить, что в 1933 году, уже после выборов в рейхстах, мандаты отбирались у неправильной партии и передавались правильной, чтобы не вводить бюргеров в грех повторного ошибочного волеизъявления. Первой политической жертвой новых валькирий стал восточный комиссар правительства ФРГ Кристиан Хирт от ХДС, весь грех которого состоял в поздравительном твите в адрес тюринского премьера. Дословно. «Поздравляю, Кеммерлих! Удачи в этом нелегком деле на благо свободной земли Тюрингия!» Ну, а самому Кеммерлиху, как и профессору Плейшнеру, настолько убедительно разъяснили, включая прямые угрозы его семье, что он ошибся дверью, что тот сам покинул свой пост. Впрочем, далее проблемы возникли уже у самой Ангелы Меркель. По итогам скандала ушла в отставку ее преемница на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Каренбауэр, благородно избавив нас от необходимости запоминать столь непростую фамилию потенциального следующего канцлера ФРГ. Коротко резюмируя, можно сказать, что всю Европу сегодня не по-детски корежит. От Испании, где создать правящую коалицию меньшинства удалось только благодаря договоренностям с каталонскими сепаратистами, до Венгрии, правящую партию которой исключили из Европейской народной партии, от Британии, где проснувшаяся в кои-то веки палата лордов пыталась блокировать Брексит, до Италии, где евроскептики и антиевропейцы могут на следующих парламентских выборах взять абсолютное большинство. Никого уже не удивляет, что Бельгия год прожила без легитимного правительства, и это там далеко не рекорд. Однако для нас все это лишь повод вспомнить о том, как 75 лет назад два факела свободы и один мракотворец тирании установили в Ялте новый мировой порядок, который рушится на наших глазах и, соответственно, на наши головы. Вспомнить это историческое событие и поговорить об исчерпанности его результатов я хочу с экспертом-международником, директором Института «Новая Украина» Святославом Денисенко. Добрый вечер, Святослав. Давайте начнем вот с такого вопроса. Пост-Ялтинский мир, которому уже 75 лет, или окончание пост-Ялтинского мира, это фигура речи или реальность современная? Существует ли он на сегодня, признают ли его основные субъекты, или наоборот, основные субъекты признают, что пора на этом месте что-то новое построить? Добрый вечер. Ну, скорее всего, основные субъекты уже стремятся к перестройке системы европейской безопасности, об этом прямо заявляет сегодня и Европейский Союз, который говорит о необходимости получить более серьезную роль и нарастить свои, так сказать, военно-политические возможности. Об этом говорит Российская Федерация, которая чувствует, в общем-то, некоторое несогласие с конфигурацией сил в современной Европе. И отчасти даже об этом говорят Соединенные Штаты, которые, собственно, и предпринимают даже шаги по пересмотру этого, так сказать, ялтинского мира. Вот выход в этом смысле из договора ракеток средней и малой дальности, так сказать, сложности с продлением СНВ, это все, скажем так, пролегамены к тому, что может быть построен новый порядок, в том числе и в первую очередь в Европе. Соответственно, если говорить о границах, ну, то, конечно, режим был сменен, режим границ и, в общем-то, скажем, конфигурация границ, безусловно, она поменялась. Поменялась она после 91-го года очень существенно, поменялась она в связи с трансформационными процессами, фрагментацией Югославии, вот, так сказать, наличие некоторых замороженных конфликтов, несколько волн расширения НАТО, все это, безусловно, изменило конфигурацию сил в Европе. И в этом смысле, наверное, можно говорить о том, что либо ялтинской конфигурации уже нет, либо она, ну, скажем так, находится в своей завершающей фазе. А вот позиция Макрона, это трансформация ялтинского мира, либо принципиально новые? Ну, скорее, я бы оценил это, в принципе, как принципиально новый шаг. Ведь Европейский Союз – это, скажем так, субъект, не предусмотренный в ялтинской конфигурации мира. Более того, разделенная Германия, которая должна была в этом качестве существовать, очень серьезные изменения произошли геополитические. Появление Европейского Союза как нового субъекта. А теперь запрос Макрона на формирование, скажем так, на базе Европейского Союза военно-политической конфигурации, безусловно, это меняет систему. Это, безусловно, запрос на пересмотр и на создание новой конфигурации. Ведь возникает вопрос теперь о роли в системе европейской безопасности такого субъекта, как Соединенные Штаты Америки, и такого субъекта, как Великобритания, которая после Brexit стала самостоятельным игроком. Соответственно, долгое время Европейский Союз, находившийся в состоянии, скажем так, торгово-экономического гиганта, он вписывался в эту конфигурацию. Ну, как некое правило общего рынка, даже введение новой валюты, в общем-то, можно было говорить о том, что, так сказать, сохранялась некая ялтинская формула. Теперь, в случае обретения военно-политической субъектности в каком-то роде Европейским Союзом, можно, конечно, будет говорить о завершении ялтинской системы, безусловно. А вот такой вопрос, может быть, странный, а способен ли Евросоюз обрести военно-политическую субъектность? Ну, вы понимаете, вопрос не странный, более того, учитывая, какое долгое время он дискутируется в разных формах, это уже на повестке он 10 лет. А иногда даже не дискутируется, а считается риторическим, то есть в том смысле, что нет. Да, в том смысле, что нет. Ну, вопрос на разных уровнях обсуждается, было много инициатив, и инициатива ПЭСК о постоянном структурном сотрудничестве, и инициативы Франции с созданием сил быстрого реагирования. Это все попытки в некой конфигурации нарастить военно-политическое влияние. Другое дело, что насколько, если за прошедшие 10-15 лет обсуждения этой темы Европейскому Союзу пока не удалось сформировать вот эту вот систему, то это, конечно, ставит под вопрос и саму способность этой структуры. Вот, и здесь же самый главный момент, это отношение Европейского Союза со своим самым крупным военно-политическим союзником Соединенными Штатами. То есть, в какой конфигурации может возникнуть эта, ассистит эта, скажем так, европейская армия, к которой призывают, в отношении которой принимает резолюция Европейский парламент, в каком качестве она может возникнуть, это большой вопрос, и в том числе это предмет переговоров, может быть, какого-то торга с США. Следующий вопрос. Сейчас уже никого не удивишь, и тем более не возмутишь, такой архаичной несколько столетней давности тематикой, как сферы влияния. На самом деле, готовы говорить на эту тему Соединенные Штаты, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, региональные игроки Турция, Иран охотно эту тему поддерживают всеми доступными способами, включая, так сказать, использование вооруженных сил, либо прокси, так сказать, эту тему. А Европа готова к сферам, к разделу мира на сферы влияния? Или она опасается, что она сама попадет в какую-то, в какую-то или в какие-то сферы? Ну, здесь все вместе, как бы, и опасается попасть в чью-то сферу влияния, как мы уже говорили, не имея вот этой жесткой военно-политической структуры. И есть еще один нюанс. Европейский Союз и Европа сейчас во многом диктуют некие общие правила, или стараются диктовать общие правила. Это связано, в первую очередь, с экономическими возможностями Европейского Союза. Это большой рынок, который диктует определенные стандарты и в производстве товаров, и услуг, и в мировой торговле, и в обращении капиталов. Поэтому вот этот софт-пауэр Европейского Союза, это как раз некая претензия на всеобщность правил. Всеобщность правил и в части, скажем так, подходов даже к энергетической проблематике. Парижские соглашения, где определяются, скажем так, меры по контролю над выбросами, климатом. То есть Европейский Союз, по большому счету, на сегодняшний день, он существует и проводит политику, ориентированную на глобализацию, на глобальность, на универсализацию определенных правил. От обратного создание неких новых зон, исключительного политико-экономического влияния. Но, безусловно, в этом смысле ему невыгодно. И, вероятнее всего, Европа не будет готова, и она демонстрирует неготовность к обсуждению этих вопросов. Вот такой последний вопрос. А как вы думаете, может быть, вопрос несколько теоретический, но тем не менее, моральное лидерство сегодня может не опираться на штыки, что на самом деле время от времени пытается Европа продемонстрировать? Вы понимаете, моральное лидерство, оно опирается на данный момент, в первую очередь, на экономическую успешность и на успешность модели организации общества. Почему зачастую, в общем-то, говорили о европейских стандартах, о европейском качестве? Почему? Потому что Европейский Союз демонстрировал некоторые образцы социального государства, государства всеобщего благосостояния, которое, в общем-то, не имело аналога в этом смысле ни в Северной Америке, ни в Азии, ни в Восточной Европе. Поэтому было стремление к воспроизводству этой модели, к созданию похожих моделей, трансформации, европейские реформы и так далее. Нам это очень хорошо знакомо. И на этом, в общем-то, основывалось моральное лидерство и на успешности экономической модели, на социальной ее некой справедливости. Сегодня, когда в Европе растут противоречия, когда есть проблемы с экономическим ростом уже достаточно долгое время, сегодня Европа остается уязвимой перед возможными ударами финансового кризиса. В общем-то, кризис-то долгов преодолен был только за счет, так сказать, эмиссии Европейского Центрального Банка, вот эти снятые риски с группой Пикс и так далее. То есть, это подтачивает в этом смысле моральное лидерство и софт-пауэр Европейского Союза. А, соответственно, на первый план опять выходят, конечно, военно-политические возможности, военно-политическая мощь. И, собственно, именно поэтому и Макрон, и другие европейские уже лидеры действительно говорят о том, что Европе пора задуматься о своей жесткой силе в этом смысле. Ну, что ж, во всяком случае, как минимум, интересно наблюдать за этими процессами в 75-летие Ялтинских соглашений. Ну, давайте на этом подведем черту. У меня в гостях был эксперт-международник Святослав Денисенко, директор Института «Новая Украина». Благодарю вас. Спасибо большое.